Благородный труд социальных работников трудно переоценить. Именно поэтому День социального работника прочно занял одно из самых заметных мест в календаре праздничных дат. Собравшихся в Доме правительства поздравили с их профессиональным праздником. Подробнее Дарья Тендит. Довольные улыбки и счастливые глаза подопечных – самая большая награда за труд. Скромно говорят они о своей работе. Социальные работники нашей республики ежедневно оказывают помощь тем, кто нуждается в их поддержке или находится в трудной жизненной ситуации. От имени главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова присутствующих поздравила заместитель председателя правительства Ирина Гербекова. От себя лично она пожелала всем социальным работникам оставаться добрыми и чуткими, несмотря на трудности, крепкого здоровья, сил и терпения. Вы люди с большим сердцем, для которых помощь нуждающимся – это призвание. Порой вы единственные, кто дает надежду, уверенность, силы для преодоления испытаний. В этот праздничный день благодарим всех, кто по призванию или по доброте душевной помогает тем, кто нуждается в помощи. Пока среди нас есть такие люди, мы сильны перед любыми натисками. Профессию учителя выбирают сердцем, особенно тогда, когда речь идет о работе с особенными детьми. «Таким ребятам гораздо труднее учиться. Каждому нужно подобрать личностный подход. Но если детей принимаешь и любишь, то проблем не возникает», – поделилась Альвина Баташева. Она учитель коррекционного класса в республиканском детском доме-интернате «Забота» в поселке Московский. Сальвина принимала участие во всероссийском конкурсе в номинации «Открытие года». За 10 лет работы она разработала тактику прогрессивного обучения детей, благодаря которой повысилась успеваемость деток, – поделилась Альвина Баташева. «О выбранной своей профессии не жалею. Если бы у меня был еще раз выбор, я бы пошла именно по этой профессии. Работа с детьми очень интересна. Она не только в одном направлении, то, что я их приучаю к чему-то, обучаю, но также я учусь у них и милосердию, отзывчивости, доверии к людям». Принимать чужую боль, ухаживать за незнакомыми людьми может далеко не каждый. Елена Чекильдина посвятила этому благородному делу 5 лет. Ее работа – это оказание помощи, заботы, терпения и уважения. На обслуживании у Елены 9 человек – инвалиды и пожилые люди. Она привозит продукты, лекарства, помогает по хозяйству. Для каждого из них она стала близким человеком. С какими трудностями бы она ни сталкивалась, менять работу не собирается, рассказывает Елена. «Всех социальных работников поздравляю с нашим профессиональным праздником. И дальше хочу пожелать, будем творить добро». В этот день за добросовестный труд социальные работники нашей республики были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Это люди, которые посвятили себе самому доброму делу – работе с людьми, которым требуется помощь, внимание и забота. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.